Я приветствую зрителей Политека. Сегодня гость моего эфира по скайпу, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке, Гарри Табах. Здравствуйте, Гарри! Витаю, Украина! Гарри, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Российская Федерация сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году. Кирби также добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск учения не выглядит очевидной. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала 150 тысяч своих военных на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Знаете, Гарри, ранее был популярен вопрос, ху из мистер Путин? У вас, я спрошу, нечто иное. Что хочет мистер Путин? Он хочет многого, но одно он хочет Украину. И он всегда это говорил. Я не понимаю, почему такой сюрприз, почему ваши СМИ продолжают вот этот вот такой вопрос. Он давно еще, в восьмом году на саммите НАТО в Бухаресте, в Мюнхене, он объявлял, что нет такой страны Украина. Это часть России, это часть русского мира. И он искренне хочет освободить украинский народ от фашистской хунты, которая там взяла власть в свои руки. Он все время это говорил. Поэтому я не знаю, почему сегодня все вот таким сюрпризом отвечают. Он просто выжидал момента. У него был момент, когда был президент Обама. Будем откровенно говорить, президент Соединенных Штатов, это как бы президент, начальник мира, от которого зависит очень много и в разные страны. Он подождал, когда ушел Буш, стал президент Обама, и он начал заниматься своим делом. Потом пришел непредсказуемый чудак, который начал давать летальное оружие Украине, вносить санкции, закрывать потоки, запрещать их самолетами летать над американскими кораблями, сбивать. Убил. Это первый раз такое было вообще-то за всю историю. Когда сказал, слушайте, это ваши там ребята орудуют в Сирии. Они говорят, не, не наши, не ваши. Ну, значит, их и не будет. И убил. Прекрасно понимаю, кого убил там 300, а то и 500 российских солдат. Все. И прийти их будем ждать. Ждать. Убедил всех вас, всех нас, СМИ. Вот всю эту свору журналистскую вашу, что бывший президент Соединенных Штатов работает на него. И все вы их разносили. Это очень хорошо. Теперь пришел второй Обама, только уже постарше, и он начал сразу же с 20 января действовать. Тот ему дал зеленый свет, снял санкции с Северного потока, наложил санкции на наш Северный поток, кисту, поднял цены на нефть, сказал, что никаких уже там санкций сильных не надо вводить, как я обещал, драконовских из ада. И надо вообще уже налаживать отношения. А он пока сконцентрирует войска вокруг Украины. И звонит ему, приглашает его на то, что он хотел. Чтобы Макрон, чтобы Меркель бегали вокруг него, уговаривали. Чтобы он, как товарищ Сталин, сидел в Потсдаме и диктовал, как мы будем делить этот мир. А этот поделенный мир, чья Украина будет, Россия в этом мире. Поэтому продолжайте, Вадим, продолжайте со своими коллегами. Не ты, конечно, один из немногих, которым этим не занимается. Но я говорю, с вашими коллегами, твоими коллегами, продолжайте долдонить то же самое, что вот это такая многоходовочка у Байдена, что это вот он все продумал. Но это не так. Гарри, ну вот исключительно с военной и даже военно-психологической точки зрения, что мы сейчас имеем? Мы имеем то, что сконцентрировано большое количество войск на границе с Украиной. И в том числе многие европейские политики и представители Пентагона, я повторюсь, уже говорили о том, что их количество превышает то количество, которое было в 2014 году. Путин хочет показать силу, как говорится, эта игра мускулами. Или он готовится к какой-то военной операции, к вторжению? Ну, понимаешь, это всегда так, когда идут маневры. Ты готовишься к вторжению, точно так же, как Украина готовится к отражению такого вторжения. Это так военные работают. Конечно, готовятся. Учения проходят для того, что мы готовимся. Когда, допустим, я там был с морской пехотой, у нас были учения с высадкой на берег, с десантных кораблей высадка на берег. Это учение вторжения. Мы вторгаемся, учимся. Мы же не будем вторгаться в свою страну, высаживая десант морской. Поэтому, конечно, они учатся. И доказать, что Путин, он хочет, чтобы он как-то и Сталин сидел и разговаривал, и говорил, вот у вас есть проблема, проблема в Крыму, проблема на Донбассе, проблема в Сирии, проблема в Никарагу. Без меня вы эти проблемы не решите. Он создает, это его старый стиль, он создает проблему и потом говорит, без меня вы ее не решите, так что вам придется сесть со мной за стол. Единственное, что вот предыдущий президент США, он с ним за стол не садился, он с ним эти вещи не обговаривал, а делал то, что делал. Выходил из всех договоров. Говорит, нет, нафиг мне с тобой договор иметь, вот я выйду. А входит обратно с ним в договоры, звонит, приглашает на саммит. Представь, помнишь, когда предыдущая администрация Соединенных Штатов Америки пригласила и сказала, он должен участвовать в Большой Семерке. Так сколько визга было, как будто поросят стригут. Такой визг сказал, что вот, он хотел пригласить, чтобы те сел с Меркель, с Макроном, со всеми этими остальными представителями Европы с пониженной социальной ответственностью. Объясните, что вы с ним разговариваете за моей спиной? Мне говорите одно, а ему другое. Вот давайте на саммите это и обсудим. Такой визг поднялся. А сейчас нет, все нормально. Поэтому он хочет оттянуть время, предотвратить войну. Кстати, ничего это не напоминает господина Чемберлана с бумажкой, что я вам привез мир. Потому что я только что с Гитлером встретился, и он подписал бумажки мне, что ничего не будет. Через 7 месяцев началась война. Ничего не напоминает это, когда Чемберлэн приехал с бумажкой и сказал, я привез вам мир. Потому что я встретился с Гитлером, и вот мы с ним договорились. Ну, мы там чуть-чуть страшного. И через 7 месяцев началась война. Потому что нельзя с этими людьми договариваться, с этими крокодилами. Потому что все равно они никогда насытными не будут. Сейчас начнет Макрон, Меркель, сейчас наша администрация начнут гонять, договариваться. Давайте немножко этому дать, давайте не будем его злить. Все в истории повторяется. К сожалению, никаких уроков из истории мы не учаем. Не надо его злить. Вот позвонил Путину второй раз, и сразу же корабли наши развернул из Минцы, и ушли они обратно. Ну, правда, пообещали, что придут они в июне. В июле они придут, да, обратно. А вот придут ли они? Потому что у нас запланированы учения, Сибриз называются. Но это все запланировано, это все идет автоматически. Поэтому, конечно, это очень-очень опасно, когда такая концентрация войск на границе, когда такая концентрация людей огромная. Хотя сегодня мы людьми не воюем. Это не важно, 150 там тысяч или 50 тысяч. Мы воюем сегодня высокими технологиями и образованными солдатами, и обученными солдатами, а не одногодками, которые пушечное мясо. Поэтому главное, какие намерения? Ну, когда ты имеешь столько много солдат, конечно же, кто-то где-то стрельнет, где-то что-то взорвется, кто-то ответку пошлет, и понеслось. А пока эти бюрократы, пока эти ссыкливые политики и дипломаты начнут договариваться, что что-то нет, надо остановить, остановить уже будет очень сложно, потому что политически это будет некорректно. А что же вы струсили, мы за вас больше голосовать не будем. И далее заднего. И пытаетесь мир найти с врагом. Опасно, конечно же, это опасно. Всегда, когда используется оружие, всегда, когда вот эти инструменты убийства сконцентрированы где-то, я не помню, кто это сказал, что все равно даже ружье, которое висит на стенке, все равно выстрелит к концу театральной, к концу спектакля. Поэтому это, конечно, опасно, когда столько войск сконцентрировано на границе. Но мое личное мнение, опять же, это мое личное мнение, что все-таки есть разумные головы в России, и они не начнут Третью мировую войну или не начнут какие-то действия. Потому что все равно, как бы там Европа не хотела, как бы Америка не хотела, ввязаться надо будет, вмешиваться надо будет. И в какой степени, я не знаю, этот вопрос не ко мне, это там к Пентковскому или к тем, к Джангирову, те, которые будущее видят. Я могу только рассказать, что было, и из этого вводить примеры. Я говорил, что был такой президент Обама. Если при нем у вас отняли Крым, если при нем у вас началась война, а его вице-президент был ответственный за Украину, тот, который ему советовал все, что делать про Украину, ибо советы были не начинать войну, не давать ответку крокодилу, не отбиваться, то почему вы не думаете, что это повторится второй раз от них? Почему вы ожидаете, что будут какие-то санкции, что он просто войной пойдет за Украину? Когда он, да, когда наоборот, он говорит, что и в записях это было, что Украина вместе с вашими олигархами у него заноза в жопе. Когда у него сын чем-то здесь орудует, и он не хочет, чтобы, не дай бог, не было какого-то расследования этого. И никто из журналистов не расследует, все равно ничего, как будто этого ничего нет. Когда ведете себя как страус, то не удивляйтесь, что вы будете котлетами из страусного мяса. Гарри, смотрите, также с вами хотел бы обсудить вчерашнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал о том, что хочет ли Украина войны. Ну, конечно же, нет. Готова ли она к войне? Он сказал да. Я вас прошу, как у человека военного, который очень часто бывает здесь, в Украине, и общается в том числе и с нашими военнослужащими. Скажите, пожалуйста, Украина к войне, на ваш взгляд, готова? Ну, это очень такой сложный вопрос. Я думаю, что Украина к войне готова последние 7 лет. И Украина готовится к войне последние 7 лет. Украинская армия сегодня – это не армия 2014 года. Хотя и та армия дала какой-то отпор. Остановила, и вот добровольцы остановили, это местная ваша, местная самооборона. Они сейчас сильно готовятся к этому. Сегодня украинская армия вооружена. Сегодня украинская армия, самое главное, обстрелянная. Офицеры, сержанты, даже генералы уже опытные. И они готовятся к войне. Вы готовитесь к войне. Правильно ваш командующий штабами? Хамчак, по-моему, его фамилия. Да, Руслан Хамчак. Он правильно говорил. Мы готовы. И мы все это время готовились к этому. Поэтому по сравнению с 2014 годом, конечно, украинская армия готова. Другая. В полностью готовом к войне никогда нельзя быть. Потому что война есть война, и она всегда непредсказуемая. Ты не знаешь, какой поворот она там возьмет. Ты готовишься всегда к самому худшему варианту. И я думаю, что украинская... Если россияне все-таки... От них ожидать можно все, что угодно. Они же русские. Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. И от них можно ожидать все, что угодно. Поэтому и надо быть готовым ко всему, что угодно может произойти. Но я уверен, что украинская армия, и не только армия, это же не только от армии зависит. Это зависит часто от руководства. Это очень часто зависит от общества. И я думаю, что украинская... Украина, украинцы дадут сильный отпор. Они просто так нахрапом не смогут взять. Дело в том, что... И потом подключатся, конечно. Никуда не денется ни Европа, никуда не денется Америка. Все подключатся в одной степени или в другой. Кто-то может деньгами, кто-то может вооружением, а кто-то может даже и военными, сами военными силами, может быть, Турция. Но дело в том, что много людей погибнет, много людей пострадает. Опять же, беженцы. Опять же, это инфраструктура, дети, старики, квартиры, бизнесы и жизни. Конечно же, жизни, особенно самых лучших, самых молодых, тех, на ком будет строиться будущее Украины. Многие из них погибнет. Зря погибнет. Глупо. Зачем эта война нужна? Просто потому, что один псих, второй безмозглый и без хребта, а у вас бедный. И вот из-за этого будут гибнуть хорошие люди, добрые люди. Это, конечно, бы хотелось, чтобы этого не было. Опять же, я все-таки надеюсь, что есть разумные головы в России, которые поймут, что, во-первых, это будет конец России, они проиграют эту войну. Они уже ее проиграли. Они ее проиграли в 2014 году. Но, как и немцы проиграли после Сталинграда, понятно было, что они проиграли эту войну. Но они продолжали драться, они продолжали погибать, и люди продолжали умирать. И это уже было бессмысленно. И еще, конечно, когда американцы вошли, стали союзниками, второй фронт открылся, уже было понятно, что конец. Нет у Германии никакого шанса выжить в этой войне. Но они продолжали драться. Тут то же самое. Россия проиграла в 2014 году. Даже в 2008 году, я бы сказал, уже был Сталинград. Это была Грузия. И потом они начали, все равно продолжают эту войну. Зачем? Потому что, я уже сказал, один ненормальный, а другой без хребта появился. Тот, который был, как говорится, с яйцами железными, того боялись. И было тихо у вас 4 года. Было затишье. Было осталось. Выжидали, пока придет вот этот без яиц. Вот пришел, теперь пошли действия. И дал денег. Дал миллиарды, миллиарды денег через вступление обратно в договоры, которые Путин не выдерживает, нарушает. И цена на нефть, конечно же, огромная. Гарри, вот... О чем он заработал? Гарри, еще один момент я хотел с вами обсудить. Фрагмент выступления Владимира Зеленского к украинскому народу. Он выступил с инициативой встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на Донбассе. У нас есть этот фрагмент. Мы вам его сейчас покажем. И я попрошу вас его прокомментировать. Пожалуйста. И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал, если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. Вчера и сегодня на заседаниях советников Нормандской четверки и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничений, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В Совете Федерации уже прокомментировали это выступление нашего президента и сказали, что это заявление хорошего актера. Хотелось бы услышать ваше мнение касательно того, что вы услышали от Владимира Зеленского. Прекрасный актер. Прекрасный актер, конечно, ваш президент. Но он и есть актер. У меня сын актер, поэтому я вижу это актерство. И я не говорю это в негативном или в отрицательном свете. Это прекрасно. Он отличный актер. И если вы видите, он говорит с этой мимикой Путина. Как Путин говорит, с брова и бровями так делает. И выталкивает эти слова. Я просто думаю, если бы я закрыл глаза и чуть-чуть бы изменился вот этот хриплый голос вашего президента, то я бы подумал, что это Путин говорит. Но если это все отложить, конечно, он говорит мудрые вещи. Эти вещи, то же самое, что я говорил. Во-первых, он над ним надсмехается. Говорит, что это вам не подворотня, где вы будете бить первым. Потому что из-за угла выйдет старший брат и даст еще сильнее. Если он уж так знает, как в подворотнях дерутся. Как Путин обычно рассказывает, как это он делал. Да, бить всегда надо ударить первым. Но ты не забудь, что ты ударишь маленького, который к тебе даже придирается первым. Ты его ударишь, а потом из подворотня выходит его старший брат. И говорит, ай, ты что бьешь моего брата? Давай бабки сюда выкладывай. Поэтому те, кто из нас дрался в подворотнях, этот трюк прекрасно знают. И ваш президент очень красиво это с надсмешкой выложил. Мне понравилось. Ну и, конечно, это то, что всегда я говорю. В войне, в любой войне победителей нет. Нет победителей. Все проигрывают, все стороны проигрывают в войне. Везде остаются матери без сыновей, везде жены, дети. А сегодня беженцы теряют все. И с той, и с другой стороны. Войну выиграть невозможно. Невозможно. Страдают люди. Поэтому всегда говорится, что дорогой мир все равно лучше, чем дешевая война. Хотя никогда я дешевой войны не встречал. Он сказал, все верно. Там же я согласен с ним. Там ничего плохого он не сказал. Он говорит, поехали на Донбасс, а ты посмотришь, что там происходит. И это работа президента. Президент для этого и существует. Чтобы разговаривать с другими президентами. Даже с врагами. И если вы думаете, израильтяне не ведут какие-то переговоры с арабами или с Сирией. Или еще где-то. Вы тоже ошибаетесь. Они ведут. Они разговаривают. Может быть не так громко. Может быть закулисно где-то. Но переговоры все время идут. И это их работа. Это работа президента и его кабинета. Чтобы договариваться, чтобы уйти от войны. Опять же, я считаю, что как бы харизматично ваш и каким актером бы ваш президент не был. А он и есть. Это его профессия. Я не понимаю, когда все вы голосовали за него. Вы что думали? Что он не актер? Что он водитель автобуса? Он актер. И поэтому он так себя ведет. И в этом ничего плохого или страшного нет. Я не вижу. Если бы я был президентом, я бы разговаривал как в казарме или на корабле. Или еще где-то. Путина говорит как КГБшник. У нас у всех есть свои манеры разговора. Поэтому к этому придираться, я считаю, глупо. Гарри, вот в этом моменте, если честно, я призадумался. Интересно, каким был бы президентом Гарри Табхо? Вы? Справедливым, но строгим. Или строгим, но справедливым. Не дай бог. Я не хочу быть. Я хочу оставаться человеком. Я не хочу быть политиком. Поэтому это его работа. И я надеюсь, я очень надеюсь, что смогут договориться в этом отношении. И такой крупномасштабной войны не будет. И опять же, договориться с кем? Не с Путиным. С ним вы не договоритесь. Вы уже тысячу раз с ним договаривались. Он понимает только силу. И он понимает только угрозы. Вот предыдущий президент Соединенных Штатов был такой непредсказуемый. И был такой опасный, ядовитый, грубый. И Путин его, я думаю, боялся. Хотя у Путина получилось вас всех убедить, что он работает на Путина. Но неважно. Так а с кем нужно договориться, чтобы война закончилась? Если не с Путиным? С главным. С главным. С главным. Кто у нас главный в мире? Нравится это или не нравится? На сегодняшний день пока что это Соединенные Штаты Америки. Завтра может быть Китай. Но если он договаривается с ним, а не с вами, то, конечно, это плохо. И когда он договаривается с ним, он берет и разворачивает эсминцы, и они уходят из Черного моря, показывая, давая зеленый свет Путину творить, чего он хочет. Это все вот эти месседжи, это не игра. Это не какая-то там многоходовочка. Это прямое, тебе говорится, вот мы с тобой поговорили, хорошо, я вхожу. Он говорит, мы дискалируем, значит, Чемберленд. Да, я с ним договорился, с Гитлером. Не договоритесь вы с Гитлером, не договоритесь вы с товарищем Сталином, с родным отцом. Нет, эти люди недоговорные. Они все время будут брать, брать и брать. Вы дадите им палец, они у вас возьмут руку, пока вы их не укусите обратно. Вот в 2014 году Украина укусила их обратно, все, они остановились. А так они перли бы дальше. Ну потому что вы смогли каким-то образом, я до сих пор не пойму каким, организоваться, создать эти добровольческие батальоны, саперными лопатами отбить их на храп. Они остановились. Если вы в этот раз смолодушничаете или попытаетесь договориться с чем-то, то Украина, в Украине я смогу свободно говорить на русском языке все время и везде, на всех каналах. Гарри, в завершении нашего с вами разговора хотел бы вас спросить следующее. Несколько дней тому назад глава президентского офиса Андрей Ермак сказал о том, что США могут разместить ракетные системы Патриот в Украине из-за военной агрессии Российской Федерации. И Ермак сказал следующее. Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад. А где Соединенные Штаты размещают свои ракеты Патриот? Ближайшие в Польше. Они должны быть здесь, сказал руководитель офиса украинского президента. Гарри, а что вам известно о ракетных системах Патриот и на каких условиях Соединенные Штаты могут предоставить ракеты Украине? И могут ли? Они прекрасные ракеты. Это тоже аналог израильского железного купола. Но на базе Патриотов сделан этот железный купол в Израиле. Поэтому это все прекрасно и все он классно говорит. Но так это не делается. Завтра Америка не сможет, даже если захочет, не сможет расположить эти ракеты. Это сложные комплексы. Это должны быть наши войска. Это должны быть разные договоры. Потому что есть международные договоры, такие ракеты не расставлять на чужих территориях. Есть разные американские законы. Это займет очень много времени. Это заняло Польши. Я вам сейчас скажу, это при мне, когда я был в Польше. Это началась противоракетная оборона. Значит, это в 2000 году это началось в Польше. Почитаю, 20 лет забрало Польши, чтобы это смогли сделать. Может быть, если это все будет очень быстро, оперативно. Опять же, если лидеры и политическая воля в США будет, да, надо ему дать по носу щелчок и показать, то, может быть, 10 лет займет. Поэтому этот разговор, он политически настроенный. Это политика и больше ничего. На сегодняшний день мы видим, пока что видим другое. Пока что я бы не хотел там патриотов расставлять или американский флот в Одессе расквартировать. Я бы хотел, чтобы хотя бы вернулись к тому, что было. В 2019 году президент Соединенных Штатов Америки своим указом выдал 415 миллионов долларов на военную помощь Украине. И вот тогда пошла военная помощь. Наш Конгресс на 2021 год уже утвердил 275 миллионов долларов военной помощи Украине. На 2021 год. Вы можете посмотреть всю эту информацию. Но потом еще должна была быть помощь. там зависела от разных условий. Когда Россия стала сконцентрировать свои войска у границ Украины и угрожать Украине, нынешний президент урезал эту помощь своим указом. Пошел против Конгресса, против закона в Конгрессе. Урезал ее до 125 миллионов долларов. Я бы хотел, чтобы хотя бы вернулись в 2019 год. И когда сам сейчас опасность вокруг Украины, Америка урезает больше, чем в три раза военную помощь Украине. И еще говорит там, ну, давайте там с коррупцией боритесь, как-то что-то делайте. Представляете, чтобы это, если сделал, это сделала предыдущая администрация. Он там что-то притормозил на неделю. Потому что там другие вещи были ввязаны в это. Так ему импичмент устроили. А сейчас даже у вас в новостях, у вас в СМИ это не объявляют. Все как будто идет, все нормально, все хорошо, что это вот такая вот ловушка он ему устроил. Какую ловушку? Где ловушка? Правда, из этих украинских денег 90 миллионов он дал, опять же, своим указом против Конгресса. дал 90 миллионов Палестине. Вот, значит, где все прекрасно понимают, что эти деньги пойдут на террористические акты против Израиля, против нашего союзника. А деньги эти забрал от нашего союзника, который сейчас в опасности от своего грозного соседа. И все молчат, никто ничего почему-то об этом не говорит. Но я хочу сказать, что каждый раз, когда я это упоминаю, меня на границе начинают сильно обыскивать и задерживают на несколько часов. Да вы что? Каждый раз, когда я это упоминаю. Гарри, напоследок, я думаю, вопрос этот волнует действительно очень многих. Когда мы снова вас можем видеть в Украине? Когда вы прилетите? Я на... Ну, тоже зависит все не от меня, зависит от того, как я немного обрасту с жирком и смогу вернуться. Ну, и, конечно, зависит, если будут неприятности в Украине, если Украина, не дай бог, начнется там какая-то стрельба в Украине, я думаю, я вернусь. Буду делать все, что я могу сделать. Украина мне не безразлична. Я считаю, что это очень опасно, что происходит. Но, с другой стороны, я не хочу заканчивать на такой ноте, что все пропало, что, ребята, все одевайте теперь лапки и кокошники, вышиванки, жгите или прячьте. Этого не будет. До такого еще не дошло. И я надеюсь, что до этого не дойдет. Во-первых, я надеюсь, что все-таки разумные головы включатся. Во-вторых, все-таки какие-никакие союзники Украины тоже придут, подойдут на помощь, начнут давить, давление проявлять. Ну и сама Украина уже готова дать отпор и немалый. Но мое личное мнение, мое личное мнение, опять же, я не люблю на это опираться, что Путин, он не ходит в лобовую атаку. Он попробовал в Грузии, у него не получилось, поэтому он мистрали заказал у Франции, потому что командных пунктов нету. Ну и многое всего другого. И сюрприза уже нету, все к этому готовы. А когда все готовы и сюрприза нету, то обычно война не начинается, такая полномасштабная. Опять же, это не в его стиле. Его стиль это прислать вам вагнеровцев, это прислать вам их там нетов, это прислать там патриотов, казаков, начать вот эти беспорядки на улицах, раскол в обществе, чтобы был, и скупить некоторых ваших журналистов, СМИ, политиков, подкупить через напрямую, да, не отбатуренный 4 миллиона, 4,5 миллиона долларов получил не сын предыдущего президента, а сын нынешнего президента. Вот таким образом ввести раскол в общество. Поэтому мое пожелание, ты раньше мне всегда говорил, какое у вас пожелание Украине? Ну это когда редко я у вас появлялся, а сейчас уже, конечно, пожеланий много. Но на этот раз я бы пожелал украинцам оставаться едиными, не давать расколоть свое общество, отложить все эти мелкие там разногласия между собой в сторону во время опасности, потом разберетесь, а и показать, что раскол вашего общества они не смогут вести, что пятая колонна не не уживется в свободной демократической экономически процветающей Украине. А часть этого, конечно, это коррупция. И коррупцию бы я бы, как не я, а Голда Маир в Израиле, она приравняла, что если чиновник коррумпированный, это приравнивается измене родине. И судить его будут по таким военным законам. И вот я надеюсь, что у украинцев хватит духа казачьего, чтобы дать отпор и чтобы не дать себя расколоть на мелкие части. Гарри, я вас благодарю за этот разговор и признателен, что ради общения с нашей аудиторией, зрителями Политеки, вы встали в 5 утра, чтобы пообщаться. Я встал в 4.30. В 4.30 даже. Я уже позвонил. Да, спасибо. Как говорится, респект вам. Гарри Табах, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке, скайпом имели возможность пообщаться. Я также благодарю всю нашу зрительскую аудиторию за внимание. До новых встреч и всего доброго. Мира всем и берегите себя.